В круге света Здравствуйте, это программа В круге света Последний эфир в этом уходящем году 30 декабря Крайний, подсказывает мне мой соведущий Юрий Георгиевич Кабаладзе И представлю вам наших гостей, которые в этот предпоследний вечер уходящего года разделятся нами Сегодняшний вот этот час эфирный Радость приближения Это Андрей Зубов, политолог, доктор исторических наук Здравствуйте Добрый вечер И Глеб Павловский, политолог, руководитель Центра эффективной политики Здравствуйте, Глеб Павловский Вы назвали эту программу «Новогодний приговор» Еще утром казалось, что только к вечеру что-то станет ясно И тогда уж мы и наговоримся И это, собственно, основная тема будет Но оказалось, что приговор Навальным вынесли сегодня рано утром Как-то все это произошло стремительно Потом весь день говорили, в том числе и сам Алексей Навальный был в эфире И сегодня, на данный момент, он уже снова там арестован за нарушение домашнего Вот этого режима домашнего пребывания И, в общем, мы решили, что, конечно же, с нашими замечательными гостями, с политологами, историками Мы поговорим вообще о том, каким был этот 2014 год уходящий Юрий Георгиевич вообще размахнулся, сказал, а может, нам глянуть на 10 лет назад, 20 лет назад А что, да, о прошлом говорить Интересно наше будущее Ну, про будущее сможем, заглянем А пока что 2014 год Вот о нем Я сразу скажу номер для ваших смс-сообщений Это плюс 7, 985, 970, 45, 45 Пожалуйста, присылайте ваши соображения о том, какие события для вас были главными в выходящем году Что вы отметили От себя хочу сказать, что вот этот вот год, на мой взгляд, на удивление, конечно, был разнообразным и богатым Насыщенным Насыщенным на самые разные события К сожалению, далеко не всегда положительного знака Но, тем не менее, год назад, встречая 2014-й, представить себе было невозможно, что случится в течение такого исторически короткого времени Ну, наверное, что мы спросим в первую очередь Наверное, то, что вам показалось самым-самым-самым в уходящем году Пожалуйста, Андрей Борисович Вы знаете, для нашей страны, на мой взгляд, всем настолько все понятно, что даже говорить банально Когда мы встречали год назад, 2014 год, я думаю, все знали, что будет земля Олимпиада Никто не знал, как она кончится, надеялись, что хорошо Она и кончилась хорошо Но, чтобы следовать за ней, точно никто не предполагал Никто не предполагал, что так развернутся события на Украине Они тогда еще были, в общем-то, в очень плавном состоянии Только начинались в декабре И никто не предполагал, что мы будем вмешиваться в эти события таким образом, как и мы вмешались Что мы окажемся в состоянии фактической войны Что в Россию пойдут цинковые гробы Понимаете, этого никто не ожидал Что мы окажемся абсолютно изолированными от практически всего мира Выгранными из J8 Что конец 2014 года это будет невероятная экономическая неудача, обрушение рубля Я думаю, никто этого не ожидал Все жили в некотором ощущении, что история кончилась И началась приятная жизнь С какими-то мелкими вещами, спорами по мелочам Да, там, от скуки Запад отстаивал права геев и лесбиянок Мы не хотели идти за ними, друг с другом ругались Но это такие милые мелкотемья Которые казалось, вот, больше не о чем говорить И вдруг казалось, что есть о чем говорить Сбиваются лайнеры, гибнут тысячи людей Голодают и мерзнут И умирают от холода на юго-востоке Украины Наверное, многие-многие тысячи тоже людей И то есть мы оказались в состоянии опять истории Вот я историк, я вижу, что мы вошли опять в историю А история, в общем, трагическая штука Вот таковы итоги, на мой взгляд, этого несчастного года Возвращение в исторический процесс Да, в реальной стране То есть мы стали Не дай вам Бог дожить до времени переговора Да, мы стали опять объектами исторического процесса Посетили этот мир в его минуту на Колумбию Я, наверное, в особо глупом положении Потому что, как и год назад Я заканчивал книгу Российской Федерации в войне 2014 года Издал ее в типографию еще, когда Янукович был президентом Украины Но я все равно не предполагал ничего из того В подробностях, что происходило Я видел только, что система подошла к моменту Когда она вынуждена будет, не может уже решить внутри себя свои проблемы И будет их выгонять вовне Она начнет их экспортировать Это было ясно еще в начале Да, ну я просто книгу эту, да, я ее как раз писал После Валдая 2013 года Когда для меня это, просто глядя на Вадима Владимировича И происходившее на сцене, для меня это стало как-то почему-то ясно 2013 года, да Конечно Когда был Валдай-Валдай Валдай на Валдай Валдай на Валдай Валдай на Валдай Валдай на Валдай Во-первых, я не мог представить себе, что Янукович выпрыгнет в окно Это все-таки невозможно представить Такой литературный момент, на который решится только писатель Гобель Действительно, история Попробуй, но я думаю, что никто не мог представить Кстати говоря, одно время с Олимпиадой, насколько я понял Вот, просто Сразу Ну, сразу, буквально Кончилось И он выпрыгнул И он выпрыгнул Вот Потом И, конечно, я не представлял, насколько далеко зайдет шеф этой системы Потому что, ведь, что такое Российская Федерация, это же, в принципе, очень громоздкое тыловое хозяйство Это такое гигантское, значит, сказать, социальное, или, как любит говорить мой хороший знакомый, социально-полицейское государство С большим количеством бюджетников То есть, это такой Это не бросают в бой Это, наоборот, значит, надо прикрывать все время А тут, как бы, вот вся эта колымага была брошена, значит, азартно на стол игры, значит, сказать Сперва, как бы, казалось, что за Крым А потом выяснилось, что просто ради азарта Ради невероятного, так сказать, переполнения адреналином И, ну, телевидение работало как шприц И работало хорошо В этом отношении, значит, сказать, доза Ну, мы видим передоз Передоз Когда на момент уже передоз Да, история, понимаете, история ведь бывает и до того, и после истории Мы всегда живем в некоторой истории Вот, проблема в том, что в этом Главное, чтобы не вляпаться В этом году Нет, бывают периоды антракта Вот такого ощущения Бывают периоды антракта, значит, когда ты можешь У тебя есть время приспособиться, значит, сказать, там, завести семью, детей Да, 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 этим заниматься А бывают особо унизительные периоды, когда ты вынужден быть свидетелем, но не можешь участвовать Когда, как бы, нет твоей стороны Это самое сложное Вот летом этого года Сперва, значит, я был потрясен А потом летом, конечно, стало уже страшно Я понял, что метафора войны 14-го года становится слишком емкой Значит, сказать, и опять-таки, как и сто лет назад Дипломатия перестала работать То есть она работала, но ничего Только ухудшало положение, значит, да И постепенно стало казаться, что мы просто назад уже не дернемся Не выползем Что все с разных сторон С разными лозунгами Да, да, сползают вот в этот мир Который, значит, так прекрасно описала когда-то американка Барбара Такман В, значит, так сказать, описание начала войны 14-го года Когда никто не хотел войны особенно Вот А тем более мировой, значит, сказать Ну вот, сейчас нам удалось, по-моему, задержаться Я не знаю, кто Я думаю, что все-таки это Господь Бог Потому что я не вижу, кто нас задержал на краю Вот, но мы вроде задержались сейчас на краю Мы не вышли Мы не вышли, в том-то и дело А, и вот сейчас, в конце декабря Когда, да, есть ощущение задержавшихся на краю Все-таки ваше, ваше, ну, не знаю Взгляд в будущее Мы понимаем, что вы в дурацком положении И ничего не могли Еще раз, еще раз дурацком Год назад ничего не предсказали Но все же, заглядывая вперед Есть у вас ощущение, что все-таки мы отойдем дальше от этого края И как-то ситуация разрешится Пожалуйста Вы знаете, настолько вот прошлый год 2014 год оказался непредсказуемым Настолько действия наших властей были алогичны Может, там, сидит, было много адреналина после Олимпиады Я не знаю, не израсходованного Вот, но они были абсолютно алогичны То есть, понимаете, разумный политик так себя не ведет никогда Это вещи, которые невозможно было даже себе представить, помыслить И поэтому, что будет теперь Ситуация намного хуже Чем тогда, в феврале 2014 года Потому что тогда у нас была более-менее стабильная Пусть и нефтегазовая, но экономика Был мир, было признание Теперь нет ничего Вот что в этой ситуации делать? Понимаете, в этой ситуации Как быстро можно все порушить, а? Зато Крым наш Да, зато Крым наш Я так всем и говорю, когда говорят, что вот рубль рухнул, там цены выросли Я говорю, а Крым наш? Люди почему-то считают, что я над ними издеваюсь Но на самом деле, вот, что хотели За что боролись, на то и напоролись Кстати говоря, это гордость и удовольствие от присоединения Крыма Она, несмотря ни на что, сохраняется для многих и ума Знаю, я думаю, что, понимаете Сохраняется, сохраняется В первую очередь, она постепенно улетучивается в самом Крыму, что очень важно Потому что очень тяжелая жизнь, которая сейчас оказалась среди крымчан Но говорят, потому что это их как бы не сбивает с генеральной линией Я получаю письма от коллег из Крыма, Севастополя, другие Но это не важно Это, короче говоря, одни получают одни письма, другие другие Другие, это правда Да, поэтому не будем говорить об этом Но сейчас невозможно сказать, что из этого, вот, собственно Разумный выход из этой ситуации, которая совершенно неразумна Один Это, в общем, спокойно восстанавливает отношения с миром Делать то, что приведет к снятию режима санкций Это позволит нам, уже вошедшим в рецессию, удержаться экономически Потому что самое страшное, естественно, переход экономического кризиса в социальный Это все мы знаем Мы знаем закон так виле знаменитый, что революция происходит не тогда, когда всем стабильно плохо А тогда, когда было хорошо и стало резко плохо Стало резко плохо Вот тогда и происходит революция Это было сказано еще там 150 лет назад Понимаете? Так что не дай бог Не дай бог, если этот сценарий будет развиваться Поэтому разумная власть должна сделать все, чтобы этого не было Но после Крыма я не могу сказать, что власть поступит разумно Ну, тем не менее, Крым... Вот у меня такое ощущение, что в течение этого года присоединение Крыма На котором, кстати, вы лично пострадали, как я понимаю, да? Вас из МГИМО за что? А, но у меня не за присоединение Крыма А за то, что... За оценку, за оценку Ну, я просто считал своим долгом, да Как ученый сказать, что, друзья мои, то, что вы делаете, приведет в страшных последствиях Я с ужасом наблюдаю, что мои предсказания сбылись Понимаете? Причем фактически сбылись Да, да И это было еще начало года, да? Ну, первое марта Это было первое марта А на данный момент уже всяк, кто просто не говорит восторженно об этом Может, он вспомнит, скажет, Зубов-то предупреждал, давайте вывернем ГИМО Нет, сейчас, к концу года, когда основные средства массовой информации только и говорили о ситуации России-Украины И только и выстраивали очень правильное расположение фактов в головах у миллионов телезрителей Так вот сейчас даже, по-моему, намекнуть на то, что что-то не так, оно уже совсем опасно Люди оцениваются свой-чужой и разбиваются на черно-белых Это уже определенно, да? Пятая колонна и прочее, прочее Ваше ощущение, Глеб Олегович, как дальше? Удержимся, отойдем, вот что будет? Удержимся Видите ли, вот что произошло? Ведь меняется на самом деле наша, так сказать, государственная или социальная система Или меняется, во всяком случае, что-то в мозгах у ее руководителей Потому что, похоже, что после Крыма, особенно после лета, они поснимали вообще любые ограничения То есть, вот как бы, чтобы двигаться дальше в условиях, когда все стало, вошли в дремучий лес Все координаты, значит, перестали работать Вот, так сказать, порвали реально, конечно, отношения с миром Который, ведь что такое порвали отношения? На самом деле, проблема очень простая Наши партнеры, как любит говорить президент, наши партнеры Они отказались играть в наши операции Участвовать в наших, быть нашими партнерами по нашим операциям Вот, а тут господствует, поскольку другой логики Кроме логики оперативной работы, значит, видимо, политики не было То возник такой вот затор И система сняла все ограничения внутренние И вот на деле Навального это же очень видно Что она стала делать как бы то, что вообще не только что нельзя делать А как бы она хохочет вам в лицо Вот, что такое, значит, дать условный срок Навальному Значит, дать его брату реально Это значит просто сказать, я буду делать, что хочу Что хочу, ведь к что хочу очень трудно приспособиться Ты можешь приспособиться, скажем, к жесткому авторитаризму Который борется со своими врагами нечестными средствами Это понятно, это много книг написано А когда всем говорят, а я буду делать, что хочу И хохочет, значит, сказать Это создает действительно ощущение Такое, в котором нужно уже, чтобы Как остановиться на краю? Тут уже начинается изменение в стратегическом состоянии страны Просто реально Да, меняется просто стратегическое положение России Меняются стратегии в отношении России В том числе не только политические, но и не политические, значит, мы видим Уже Обама говорит, ведь, в общем, не скрывая, с большим удовлетворением То, что ему удалось нанести урон экономике этой чертовой страны Поэтому, что нас ждет в будущем году, значит, либо вот эта система продолжает делать что угодно А она ведь сама не может сказать, что она хочет сделать Она действует абсолютно импровизированно Вот, так сказать, что вы хотите сказать, что этот приговор был задуман, значит, сказать, полгода назад Там, как в Фейсбуке описывают Он вообще не понимает Нет, нет, он по-своему, как бы, по-своему безумен А, другой стороны, понятен Потому что, ну вот, поступим так Значит, а что это значит в стратегии экономической? Мы видели в декабре, что это значит в экономической стратегии Это значит, что все, у кого есть какие-то ресурсы, могут сыграть То есть, как бы, в казино без секьюрити, с одной стороны, значит, сказать И можно использовать любые средства, да, сдвига игры в свою сторону Вот и началась другая игра Просто началась принципиально другая игра И в следующем году предсказывать действительно очень трудно А с другой стороны, я думаю, мы уже все немножко готовы Понимаете? Почему? Компровизации? А вот как, ну, видите, вот так же, как Навальный сказал Что уже, понимаете, когда возникает ситуация Когда ты перестаешь пытаться понять логику, значит, контр-игрока Почему? Логика все-таки есть Ты можешь только выстраивать свою Понимаешь, что у тебя нет шанса не договориться Не просто поговорить, а поговорить, да Тебе расскажут просто про то, что там Крым наш Потому что там впервые мы вышли из моря на сушу, значит, сказать Наши предки, значит Почему они не могли выйти на море? Ну, видимо, могли На море-то могли, могли Опять же там крестили по морю Поэтому возникает вопрос А что, значит, сказать, жить-то как, да? Значит, я уже не говорил про экономические прогнозы, да? Значит, возникает тут уже Алексей Кудрин тоже поднял руки вверх, говорит Ну, примерно могу сказать, насколько упадет, но поскольку уже раз ошибся, значит, то Уже боюсь Будем смотреть на политику, да? Вот, ну, на политику мы смотрим в режиме свершившихся фактов Вот так же, как сегодня мы видим свершившиеся факты И люди, на самом деле, не готовы все И люди, вышедшие в центр Москвы, и Навальный, который зовет их в центр Ну, вышли в центр дальше Что дальше? Зафиксирован просто момент, что мы, так сказать, в каком-то смысле закрыты В комнате, ну, конечно, оптимистическая версия, что с черной кошкой Только Нет, ну, если принялись от ваших... Хотелось бы надеяться Если согласиться с вашей версией, то вообще такая безысходность полная Нет, почему? 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 Произнесил слово импровизация И, значит, сказать, импровизируйте сами То есть вам сказано Да, сказано, что... Сказано, что... А мы уже будем, значит, и платить, да За все, у всего будет цена Но невозможно, когда ты уже не можешь продумать Какую-то рациональную, сбалансированную, осторожную, центристскую хотя бы Стратегию игры или диалога с другой стороной Ну, так сказать, то ты вынужден сам просто выстраивать Да, выстраивать свою стратегию и защищать ее от возможных безумных мешок Ну, это, да, свое и на своем уровне, и в своих возможностях А тут уже пойдет различие Одни выстраивают и будут ее выстраивать, там, скажем, дом семья Другие наука, значит, сказать, профессура И тоже неплохо, если люди подучатся за это время А третий радикализируется, я думаю А вот скажите мне, пожалуйста, а как, по-вашему, вот у нынешних властей, придержащих У них действительно есть ощущение, что они импровизируют? Или у них все-таки есть какая-то стратегия, которая, по идее, должна бы быть? Представляете, кто бы должен сидеть за этим столом, чтобы он был дал четкий и исчезающий ответ на этот вопрос? Ну, его мы не можем пригласить Да, мы не можем, он там вот совсем джаз То есть пригласить можем? Да, совсем джаз Или все-таки он что-то такое себе имеет жестко в голове Понимаете? Но у него логика-то есть в его действиях Я думаю, что первоначально логика была Вот где-то в марте, это был страшный блеф, но на нем была определенная логика Ничего не получилось, полный провал Теперь же никакой логики нет Теперь импровизация по факту пошла Импровизация по факту Понимаете? И как будет дальше неизвестно Потому что ведь все-таки Россия-то не Зимбабве, которая тоже под санкцией Понимаете? В России есть ядерное оружие и так далее И уже какие-то люди говорили о атомном пепле Вот Так что с нами очень аккуратно обращается Запад Потому что ведь тоже и на кнопку-то нажать могут Вот Поэтому, конечно, это маловероятный сценарий Но, увы, так же, понимаете, возвернулась старая фобия В советское время, вот мои западные коллеги мне всегда говорили Что они живут хорошо, вы живете бедно Но у них все время ощущение, что безумные кремлевские старцы могут в один момент нажать кнопку и мы все погибнем Понимаете? И вот этот страх, он угнетал до 90-го года, до 89-го года весь западный мир Поэтому Горбачев был воспринят как манна небесная Я помню, у нас тоже было ощущение Нет, ну, там реально мы же довелись Руководство, это паранойя, да? Внезапное ракетно-ядерное нападение Там хорошо жили, они понимали, что вся эта хорошая жизнь, она во многом иллюзия Это майя, как говорят индийцы Вот, потому что на самом деле в один момент может все закончиться У нас, я еще помню, как человек старый, вы, наверное, тоже в какой-то степени помните Юра, да, Юрий Георгиевич, вы, наверное, помните Карибский кризис Я очень хорошо помню Нет, Света-то в руке помнится Света была, Света тогда еще в Яслих была Вот, а мы же помним, что, в общем-то, вывозили Начальники вывозили свои семьи из Москвы Ну, это только начальники Население-то вообще ничего не знало Ничего не знало, да Ну, чувствовалось, что это не то Вот, и поэтому сейчас опять вернулось в это состояние Мир вернулся в это состояние И один крупный политик, я хочу называть его имя Но политик первого ранга, раппозиционный Мне сказал, что второй раз нам Запад этого не простит Вот он один раз решил все забыть И в 90-м году начать с чистого листа Нормальные отношения, дружба, интеграция В общем, как с Германией после Второй мировой войны Мы в итоге все явили Крымом Явили опять угрозой ядерного оружия И второй раз нам уже так не простят Ага, половина, 20-30 Мы должны уйти на новости короткие Узнаем, что сейчас происходит В том числе в центре Москвы Сразу после этого продолжим наш разговор Еще раз вас приветствуем Это программа в круге света Андрей Зубов, политолог, доктор исторических наук Глеб Павловский, политолог, руководитель Центра эффективной политики Мы подводим итоги уходящего года Слегка пытаемся заглянуть в будущее Хотя уже все признались, что в условиях Этой тотальной импровизации Политической жизни нашей страны Очень трудно предвидеть что-либо И уходящий год тому доказательство Потому что столько всего произошло Что даже представить себе было невозможно Вот среди СМС, которые приходят Отмечают, что там лучшая Самая за уходящий год Это великолепная олимпиада Которая была проведена Но на самом деле Вот интересно В феврале ведь у нас была олимпиада В феврале И вот это было действительно ощущение Какого-то праздника Красоты всего происходящего Какого-то свершившегося Национального успеха даже Успеха, да А сейчас вот я оглядываюсь и думаю Надо же, а у меня уже как-то забылось Эта олимпиада Хотя такое яркое событие было Ощущение, что это было, может, в прошлом году Вот как-то вот не только что Так скажем, не только что Отошли эти хорошие события Что еще хорошего было, скажите Если вспоминать о хорошем Ну, лето Лето Ну, был еще чемпионат мировой Футбольный чемпионат был, да В Бразилии В Бразилии Ну, имеется в виду Из таких хороших мировых событий Мы там, конечно, показали себя Опять же не с лучшей стороны Ну и бразильцы тоже, кстати Бразильцы тоже, прямо скажем Ну, вот немцы в какой-то там Четвертый, по-моему, раз выиграли Мировой чемпионат Ну, это было зрелище Это было ярко Просто Глеб сказал про лето И я почему-то лето у меня сразу Связалось с этим Замечательным событием Да, оно действительно Здесь была какая-то связь Потому что Это Вообще Как бы Это хороший способ потеть, я считаю Вот сказать Когда смотришь Не, ну это ярко было Что касается меня Вы знаете, я далек от спорта Я далек от спорта И, в общем, все эти Даже олимпиада Прошла во многом мимо меня Уж тем более Футбольный чемпионат в Бразилии Но мне кажется, что этот год был важен В определенном смысле Для нас Потому что он стал моментом истины Понимаете, мы 20 или 25 лет Развивались совершенно Как-то непонятным образом Понимаете, мы строили Рыночную экономику Но ее не построили Мы строили демократическое общество Но его не построили Мы пытались покончить С советским прошлым Но, естественно, с ним не покончили И Ленина, и в Мавзолеях И на площадях То есть, это была Какая-то непонятная жизнь Вот, понимаете Межуумочное пространство И вот этот год Он был моментом истины Все стало на свои места Понимаете Стал я, что мы не пытались Ничего построить Что, по крайней мере Все эти 15 лет последние Это была имитация Демократии Имитация Рыночной экономики Имитация Там, строительства Новой России Пусть с советским гимном Но хоть с старым флагом А все Стало возвращаться На свои круги Понимаете Когда уже совершенно Там, не скрывая Называют одну дивизию Именем Андропова Другую дивизию Именем Дзержинского Когда говорят Крым наш Потому что это священное Это то же самое Что храмовая гора В Иерусалиме И что там крестился Князь Владимир Понимаете Все становится На свои места Но это ясно С каким режимом Мы имеем дело Ясно, что в общем На самом деле Мы живем Не в новой России Как мы Я, например Дурак надеялся В 1993 году А мы живем В послесоветском государстве Которое изменилось Конечно Но которое Осталось Не Приемницей Тысячелетней России А приемницей Советского Союза Из претензий Восстановления Этого Советского Союза Уже не на Идеологической Которая умерла А на националистической Базе Вот Эта Цель Она не реализована Все пришло Естественно К провалу К великому провалу Ну вот Теперь посмотрим Как этот момент Истинный в условиях Провала будет проявляться Я думаю Что он как-то будет проявляться То есть карточка Проявилась в этом году Да Да Вот мне кажется Проявилась Снимок стал определенный Понимаете Когда Страны Центральной Европы Я имею ввиду Там Польша Венгрия Чехия В Девокосов 25 лет назад Похончили с коммунизмом Они приняли Целый ряд Системных шагов По выходу Из советского Из коммунистического Прошлого Это была Институция Собственность Люстрация Правоприемства С докуммунистическим Государством Там изменение Исторической парадигмы Вы там В Латвии В Эстонии Ни одного памятника Ленина не найдете Или в Польше Вот У нас ничего этого не было И мы думали Что мы вот так вот Прорвемся плавно Никого не обижая Без всякой охоты На ледя Эволюционно Да Вот так ничего не трогая Не гоня волну А вернулись опять В советское Это называется Наверное Память металла Да Что не отливали Вернули в советское Вчера Они не вернулись Они стали членами Европейского союза Членами НАТО Они интегрированы Явно уже никогда Не вернутся В Восточный блок В новый СЭФ В новый Варшавский договор А мы все живем Вот этими Старыми песнями О главном Клеб Олегович Ну Я думаю Что В этом есть Что-то хорошее Надо в секунду Постараться его увидеть В чем Потому что Проявленности Ну Да Это же такое Наше Национальное безумие Оно ведь У всех Наших классиков Описано Просто у всех Наших классиков Сказать Вот Чего-то достичь И тут же Сжечь Сжечь А какого классика В первую очередь Я бы начал С Гоголя Значит сказать Ну ты Юрсу Ты сразу думаешь Затрагивать Затрагивать ли Такие Опасные Останную часть Меда Да Помимо всего прочего Но он много говорит Вот о склонности Русского человека Значит сказать Ударить шапкой А потом Русь куда несешь И значит сказать Да Вот Ведь Оказалось что мы Понимаете Конечно Было много имитаций В эти 20 лет И мы увлеченными Занимались А с другой стороны Ведь мы Понимали что это Имитация И Многие которые Были Осчастливлены Вот этими Событиями Весны Значит сказать Присоединением Крыма Им нравилось Действие Им нравилось То что началось Началась движуха Движуха Да А я понимаю Тошно Как бы они Не чувствовали Все равно Значит Себя Реально Так сказать Натурально В этой ситуации Казалось что один из них Президент Российской Федерации Один из них Которому было тошно Быть в центре Значит Вот этой Вот той самой Стабильности Значит И управляемой Демократией Значит Которая в общем Вокруг него Обстроилась И все было хорошо И когда он Пошел Ну ребята А ну Все там Нафиг Значит Пошли за Клинским Пошли за Клинским За Крымским Значит Вот Здесь есть что-то На самом деле Серьезное На самом деле Видимо Мы Не можем Вот Встать в Латвии Ну не получается Не зажигает Это нас Значит Съездить в Латвию Юрба Можем А вот Стать Юрмовой Значит Ну Не получается И охоты нет Значит С другой стороны Возникает Я думаю Не столько Курс Сколько Вот такая Вот привычка Выйдя из колеи Все время Вот Подпитывать себя Какими-то картинами Картинками Вот этого Картины телевидения Которые действительно Можно ведь смотреть Буквально только Вот Делая слипы Значит Потому что Уже 5 секунд 5 минут Просмотра Значит Наносят Непоправимые Повреждения Сетчатки Вот эти Мифологические Картины Это же пропаганды Уже не назовешь Вот Некоторые из нас Помнят Что такое Пропаганда В советское время За такую пропаганду Как бы Повесили бы Это Какая Миллиона Миллиона Людей В потребителей Этого Им трудно Сойти С этого Им дальше Нужны Новые Фашисты Новые Окопы Какие-то Новые Атаки И даже Если Путин Захочет Как-то Умерить Вот эту Ситуацию Приглушить Я не вижу Каким образом Он это сделает Я Если честно Я не вижу Я думаю Что Пару месяцев На телевидении Другого Пару месяцев Другого Начальства На телевидении Не начальства А другого Контекста Это очень Трудно Должен быть Это ломка А резкий Разворот В таких Случаях Это же Все-таки 100 миллионов Человек Это ломка Очень сильная Значит Надо Объяснить Что все Было не так Что на самом деле Было не так Зачем объяснять Просто Не надо Ничего не объяснять У нас так быстро Умудряются Абсолютно Нет Нет 37-го Это было просто Враги Да Лежу врат Все Лежу врат Мы пришли к разговорам О ядерном пепле О том Что За сколько минут Долетит ракета Вот Ну вот Так это Очень быстро Случилось Какая гордость Обрывает Когда мы видим Отстроен Из этого Трудно дать Отсюда Задний ход К мирным Картинам Колхозных полей Я думала что невозможно Найти положительных Санкциях И антисанкциях Оказалось что Все замечательно Мы поднимаем Своё сельское хозяйство Мы развиваем Свои собственные возможности И прочие И ничего страшного Отчасти Отчасти Должен сказать Что здесь Такой интересный Момент Что у нас Ведь Витринная Не только Государственная Отчасти экономика Потому что Там 30 миллионов Человек Живут Вне В теневой зоне Просто Их не схватывает Никакая статистика Ни местная Ни центральная Вот То что называют Гаражная экономика Вот Я думаю что Санкции Их не очень-то Затрагивает На секундочку Вернее на одну Минуточку Прервемся Потому что Нам нужно На рекламу идти Ну еще раз Вас приветствуем И это последняя часть Нашего разговора С Глебом Павловским И Андреем Зубовым Мы подводим Итоги уходящего года Из того Что уже Прозвучало Краткое содержание Предыдущих двух частей Мы говорили о том Что Конечно же Главными событиями Уходящего года Было все то Что связано С Украиной С Крымом Все эти события Поглотили остальные Даже положительные Позитивные Как Прямое следствие Это санкции Антисанкции Которые затрагивают Буквально всех И обвал рубля И Много Того Что сегодня Характеризует экономику Это все конечно Прямые Или косвенные Следствия Произошедшего В политике Ну и Вот По мнению Андрея Борисовича В 2014 году Проявилось То что Не было Проявлено Мы стали Определеннее Так скажем Потому что Мы во многом Перестали делать вид А мы В общем Застолбились В своем Имперском Или постимперском При этом Советском Состоянии Советском Состоянии В каком там Старой Российской империи В советском Состоянии Это конечно Для меня Это абсолютно Неприятно И безнадежно Потому что Называется За что боролись И оказывается Вот все То же самое На той же Абсолютной Позиции Хотелось бы В последние Вот эти минутки Чтобы вы сказали Ну И что возможно Дальше Именно В том смысле С нашими головами С нашим представлением О том Как дальше жить Потому что Если послушать вас Так это безнадега Почему нет Наоборот Наоборот Понимаете Во-первых Очень важно Понять Кто мы есть Мы 20 лет Представляли себя Частью Европейского мира Страной С которой На равных Там говорят Англия И Америка Теперь мы поняли Кто мы есть Вот И мы поняли Ту точку С которой Надо начинать Второй Очень важный Момент Все 15 лет Особенно Последние 10 лет Правления Путина Пропаганда Позиционировала Его Как гаранта Стабильности Вот да Там не все Хорошо Да Есть авторитаризм Да Демократия Не настоящая А управляемая Суверенная Да Ну если Есть суверен При этом Который Управляет Вот Но есть стабильность И действительно Люди Жили неплохо Даже как-то Кризис 2009 года Проскользнули Ну в общем Не очень тяжело Совсем не тяжело Вот И Вдруг Этот обвал Дело в том Что вот Когда Проводились Последние Социологические Опросы Декабрьские Левада Центром И спрашивали Какое событие Вас больше всего Потрясло Это была не Олимпиада И не Крым наш Это было Падение рубля Поэтому он был Самым близким Но Потрясло Это Глубше Потрясло Потому что Гарант Стабильности Не смог Гарантировать Стабильность Нестабильность Почувствовали Все Обвал Денег Это ощущение Всеобщее Каждая бабушка Старушка Почувствовала Что ее пенсию Уменьшилась Почти в два раза Понимаете Цены Естественно Мы стали быстро На это отвечать То есть Доверие К власти Как Пошатнулось В ее Главном Самом Болезненном Зле В том Что она Дает Людям Ощущение Того Что завтра Будет так же Как сегодня Или чуть-чуть Лучше Оказалось Что завтра Может быть Очень плохо Во много раз Хуже И сейчас Там главных Два сценария Это Плохой И очень Плохой Сценарий Вот собственно Что Так что Посмотрите Дезалюжин То есть Потеря Надежды На то Что мы Живем хорошо И стабильно Понимание Того Что завтра Будет плохо Заставляет Людей действовать Так как Очень хорошо Сказал сейчас Глеб Олегович Людям предлагается Перестать Быть Объектами Они Если хотят Жить Они должны Быть субъектами И очень многие Мои студенты Друзья Коллеги Они говорят Что надо Что-то делать Вот нельзя Просто так ждать Что нас Как кроликов Там всех Пересажают В клетки Для скорейшего Дальнейшего Потребления Надо что-то делать Вот мне кажется Что вот это чувство Которое сейчас Постепенно Кристаллизуется В нашем обществе Это самое главное Да вот Глеб Олегович Улыбается Как-то Это вообще Надо что-то делать Мне 64 года Я слышу Я слышу Это Собственно говоря Все 64 года С тех пор Как меня впервые Посадили на горшок Значит Надо что-то делать Безусловно По большому причем Вот Но Действительно Смотрите Так сказать Разрушительные Последствия Этого года Они ведь имеют И светлую сторону Вот окончательно Умерла Вот наша Там Парламентская Оппозиция И вот Теперь Вы не можете Даже различить Значит Сказать Кто какой закон Правой За что выступает Абсолютно Вот И стало ясно Что исчезла Вот Умерла И вера В то что Ну там есть Вот Кремль Да Где Где все-таки Есть Держит Это он Курса Вот Иногда сбиваются Иногда Значит там Кто-то что-то ворует Но все-таки Где-то он есть Все Этого уже Не ищу Там Значит Сказать Там ребята В каком-то смысле Веселятся А может быть Под кайфом Поэтому Значит Сказать Я думаю Что пойдет В следующем году Как ни странно Пойдет Скорее Пойдут Позитивные процессы Они будут Опасные Очень Потому что Мы на краю И И так сказать Мы еще не придумали Как это И маятинь на краю О да С другой стороны Значит Сказать С другой стороны Будут формироваться И уже сейчас По-моему Насколько я вижу Начинают формироваться Такие Как бы Позиции В обществе Идейные Если угодно Позиции Чего-то давно Не было Значит Тех Кто Ну конечно Кто-то уйдет В радикалы Это несомненно У нас формируется Радикальная Жесткая Радикальная Позиция Это уже понятно Значит Скать Которая будет Ссылаться на этот год Значит Смотрите Ну что О чем с ними Разговаривать Но с другой стороны Я думаю Что сформируется И оппозиция Вот как бы Уже внутри Внутри Значит Сказать Путинского Большинства Формируется Такая оппозиция Что-ли Я бы сказал Техников режима Которые Видят Что нарушается Правило Сопромата Значит Так нельзя Обращаться с машиной Машинку жалко Значит Да Тем более Что это машина Которая Ведь безальтернативно Кормит Значит Десятки миллионов людей Да Может быть Они потом Научатся Что-то еще Производить Другое Но пока Нет Их нельзя Просто Как бы Остановить машину Да И смотреть Что Что выйдет Как хотят Некоторые Радикалы Вот я думаю Что на следующем году Ждет возникновение Вот этой Если хотите Если не Революция Техников Технологов Системы То Движение Внутреннее Значит И там Мы с удивлением Я думаю Увидим И часть Так называемых Силовиков Которые В общем Тоже Напряжены Сегодня Потому что Ну Потому что Есть ведь Пределы Есть какие-то Пределы Физически Возможного Обращения Значит С материалом Да С материалом И с хрупкими Предметами А как бы Вы определили Вот эту вот Общенность Тех Кто в будущем году Может быть Вот Как-то Проявится Ну Я думаю Вы знаете Как ни странно Я думаю Что это Будет Как бы Такая Извините Даже Страшно такие вещи Говорить Прогосударственная Прогосударственная Позиция Потому что То что происходит Сейчас Прогосударственная Да Позиция Или оппозиция Оппозиция Которая неизбежна Будет оппозиция Потому что И придется По всем направлениям Культура Просвещение Значит Сказать Наука Оборона Формировать позицию Потому что Разрушена она Во всех Отраслях Протестантизм Такой В рамках Существующего Протестантизм Это все Такие Религиозные Я имею ввиду От слова Протест А вот Вот нет Понимаете Мы привыкли К тому Что есть Или власть Или протест А я думаю Что надо строить Сохранить государство Сохранить государство Но что-то Менять Да Менять Стекались на манежку Понятно Вот сказать Они хотят на самом деле Строить А не стоять просто На морозе Конечно В прошлом году Когда мы загадывали желание На год 2014 Мы как-то плохо Средоточились И плохо просили Благоденствия Мира Счастья Давайте в этом году Как-то соберемся С силами Задумаем по-хорошему Чтобы будущий год Все-таки был Лучше Уходящего Спасибо Спасибо С Новым годом В круге света Ну что Спасибо вам большое Мы старались Да что ж ты все Башку это твою Ну что это такое Да мне вот жалко Этот светильник Который Уже каждый раз От тебя С головы Тебе мое Не жалко Светильник Каждый раз Это камера Камера Рушит камеру Или светильник Что это Бьешься башкой Таба Что Пошли Ой Продолжение следует